Привет, меня зовут Юлия Гендина. Вы находитесь на канале, который посвящен интерьерному вязанию. Хочу вам немножко рассказать про пряжу, которую я сейчас ровно вот разматываю из пасм в клубок. И в общем, ничем другим не занимаюсь, не вяжу, ничего не делаю, только мотаю эту пряжу из пасм в клубки. Давно вам хотела рассказать о своем эксперименте с Карачаевской пряжей. Это та самая пряжа, которая наверняка вам знакома. Если вы ее еще не пробовали, то наверняка вы о ней слышали. Это пряжа, еще называется кавказская пряжа, которую часто используют в интерьерном вязании. Я давно хотела ее попробовать, заказала сразу, вы, наверное, помните мои истории с мешками этой пряжи, и заказала сразу немножечко попробовать разных цветов, чтобы понять уже самой, пощупать, повязать, какая же она в деле в вязании и в дальнейшей эксплуатации. Итак, что я могу вам рассказать про эту пряжу? Это, пожалуй, самая выносливая пряжа из всех, что я знаю, что, согласитесь, немаловажно для интерьерного вязания. Кажется, она переносит все. Действительно, вещи из нее неубиваемые, они не садятся. Катышки я пока не заметила, но все-таки должно пройти какое-то время, поэтому на катышки мы еще посмотрим чуть попозже. Что меня больше всего удивляет этой пряжей, что она усиленно мимикрирует под шерсть. Это интересно. Я вам могу показать сейчас немножко поближе к камере, если вдруг вы увидите. Она продается вот в таких вот пасмах. Не знаю, насколько вам видно, может быть, немножко видно легкий такой пушок. То есть она выглядит очень так рустикально, по-деревенски немножко. Действительно, вот правильно мимикрируется, подделывается немножко под шерсть. Хотя шерсти там нет. Это стопроцентный акрил. Но он не блестит, не скрипит. Нет у него никаких отрицательных свойств акрила. То есть я бы сказала, что это максимально технологичная пряжа, которая выглядит вполне себе как шерсть. Она бывает двухниточной и трехниточной. Поскольку я люблю толстую пряжу, я сразу заказала трехниточную. И, конечно, из нее получаются, ну, такие действительно плотные, толстые вещи. Я слышала и знаю, что многие вяжут из трехнитки карачаевской коврики. Ну, не знаю, по мне, все-таки я больше люблю коврики, которые вяжутся из хлопкового шнура. Вот. Но я понимаю, почему вяжут коврики, потому что действительно полотно получается довольно толсто. Значит, вот этот вот плед, сейчас я вам его покажу. Вот такой вот плед. Возможно, вы его уже видели. Ну, это на самом деле половина пледа. Я думаю, что я еще провяжу его в ту сторону немножко. Вот такой вот. То есть для многих это был бы уже ковер. И на самом деле, действительно, он получается такой, знаете, он не жесткий, но и не сильно мягкий. То есть, в принципе, он, конечно, это покрывало. Я думаю, что это скорее покрывало, чем ковер или плед. Вот. Но я такое люблю. Я люблю весомые вещи. Я люблю те, что можно прям вот потрогать, а не просто бросил на себя и не чувствуешь. Это действительно тот случай, когда чувствуешь. Повторю, это трехнитка. Я вязала крючком пять с половиной, и все равно получилось довольно плотно. То есть можно было взять крючок и шесть точно. Либо, если вы любите все-таки потольше плотно, взять двухнитку. Тогда ее вязать, например, крючком четыре. Я думаю, где-то так. Вот. Повторю, что само полотно, оно не блестит, да, то есть не скрипит. Действительно очень приятное на ощупь. Вполне прилично греет. То есть это тот случай, когда колкость чистой шерсти вам противопоказана, а блеск и скрип чистого акрила вам тоже не нравится. Так вот, в этом смысле карачаевская пряжа, конечно, выигрывает абсолютно. Повторю, что по поводу катышков ничего пока не могу сказать, потому что время прошло немного. Что касается крутки самой нити, на первый взгляд кажется, что скручена она довольно плохо. Ну, наверное, здесь не очень хорошо видно, но, в общем, на первый взгляд есть ощущение, что крючок будет цепляться и проходить сквозь нити. Но, на удивление, в процессе вязания у меня таких проблем не было. Вяжется очень просто, легко, без каких-либо проволочек и замедлений. Крючок скользит прекрасно. Конечно, большой плюс, что в пасме нет никакой грязи. Ну, вот как с дундогой, знаете, нужно ее там стирать и все такое очищать. Нет, здесь этого нет. То есть я сразу перематываю в клубки и начинаю вязать. Что касается цветовой палитры, она довольно богатая. Я выбирала те цвета, которые мне больше нравятся. Как вы знаете, я люблю не сильно яркие, поэтому я сразу взяла себе молочный, горчицу, джинс. Это я сейчас смотрю на полку, что у меня там есть бутылочный цвет неплохой. То есть, в общем, я выбрала такие коричневый, ярко-коричневый цвет. Я выбрала оттенки, которые потом хорошо будут сочетаться в моих интерьерных коллекциях. О чем стоит предупредить, к чему стоит быть готовым. Вот в молочном цвете, например, я встречала часто расслоение нити. То есть, вроде бы нить идет равномерно, потом она начинает утончаться. Потом видно, что одна нить разорвалась, и нить сильно истончилась. Потом эта нить опять появилась. То есть, в общем, именно в молочном почему-то такие проблемы были. В горчице, в джинсе я такого не встречала. Именно почему-то с молочным какая-то беда. Может быть, мне не повезло так с этой партией. Может, еще что-то. Но к этому нужно быть готовым. Так, в принципе, в пасме узлов я не наблюдала. Вот чтобы прям действительно был завязан узел, и был разрыв нити, такого не было. И, повторю, палитра действительно разнообразная. То есть, есть из чего выбрать. Правда, нет секционно-окрашенной пряжи. Ну, то есть, градиентов нет. Не знаю, то ли они не красят, то ли просто нету сейчас. Не знаю. Но, по крайней мере, на сайте я этого не видела. Какие мои планы будущие? Я хочу еще попробовать двухнитку. Все-таки, насколько тонким получается полотно. Хочу еще понаблюдать, как будет плед вести себя в эксплуатации. Как быстро там появятся катышки. Сейчас еще покажу вам подушку, связанную из этих ниток. Радует, конечно, расход. Вот эта большая подушка, мне кажется, она 45 на 45, что ли. На нее ушло меньше, чем по пасме, на самом деле. По расходу вообще вот как могу сказать, что на подушку 40 на 40 уходит по 150 грамм. Вот у меня каждого цвета ушло на подушку 40 на 40. Если одна пасма там колеблется где-то грамм 250, то получается, что по пасме каждого цвета точно хватит на подушку любую. То есть даже на большую. На самом деле уходит меньше. Вот эта подушка связана конвертом. А вот эта подушка связана мозаичной инверсией. То есть тут снежинка сначала белая на сером фоне, потом серая на белом фоне. Получается, такие вещи очень... Я бы не сказала, что они жесткие. Они плотные, они... Их хочется щупать. Это не тот случай, когда вы вот трогаете полотно, и оно такое плюшевое, немножко у вас в руке так вот прям расплывается. Нет, это ощутимо. Это такая рустикальность, деревенская пряжа. Я вот не пробовала рассказывать, сколько пряжу, но говорят, что она тоже такая вот. Ее чувствуешь. Мне не колется, но она ощущается, я бы так сказала. Это не детская пряжа, это взрослая пряжа. Такая прям настоящая для интерьерного вязания. Не знаю, попробуйте. Она довольно бюджетная по цене. Ну, единственное, что надо заплатить довольно большую цену за доставку. Надо потом все это перемотать. Вот. Но действительно и цвета, и цена, и ее качество удовлетворят, мне кажется, вас в любых ваших идеях и планах. Вот. Поэтому имеет смысл попробовать. Можно попробовать здесь у меня в студии. Приходите. У меня тут есть и мотки, и можно повязать. И обсудить. А если вы пробовали уже крочаевскую пряжу, или кавказскую пряжу, как ее еще называют, напишите в комментариях, какие у вас впечатления. Я знаю, что многие еще вязали из нее в 90-х годах. И помнят, как ее продавали на развалах на рынках, и до сих пор сейчас ее продают так. Вот. Какие у вас впечатления? Мне рассказывали, что у кого-то сохранились пледы из нее еще с тех пор и прекрасно сейчас выглядят, и до сих пор в эксплуатации. Какие минусы вы в ней видите? Какие плюсы? Действительно ли она выигрывает по сравнению с другой похожей пряжей, или наоборот проигрывает? Давайте обсудим. Очень интересно. А я пока помотаю. Спасибо. Будьте здоровы.